Покупая гитару в магазине, будь вы новичок или уже играющий музыкант, у нас у всех есть всего лишь один критерий, это удобство. Либо гитара удобная, и тогда мы просто начинаем играть музыку, мы ни о чем другом не думаем, репетируем, получаем удовольствие или просто развиваемся музыкально, творчески, технически, конечно. Либо инструмент, как есть, и тогда нам приходится преодолевать усилия, качать пальцы, чтобы продавливать эти тяжелые струны, что-то там химичить, чтобы она была встроена, подкладывать или стачивать. Ну, какие-то такие вещи, манипуляции делать, которые вообще не имеют отношения к музыке и ни к чему творческому. Это такая суета, которая только нас отвлекает. Я еще учился в школе, в летние каникулы я пошел работать на какую-то стройку за какие-то копейки, чтобы накопить на пять тысяч, на свой первый инструмент. С этими деньгами я побежал в магазин, увидел первую попавшуюся гитару, которая просто красиво выглядела, классный цвет, и я подумал, что вот это круто, я ее купил, пришел домой, у меня был дикий восторг. Со временем я понял, что что-то тут что-то не то. И когда человек приходит за первой своей гитарой, я вижу, что он такой же, как и я, то есть он ничего об этом еще не знает и не знает, на что обращает внимание. Поэтому помочь и рассказать об этом, это очень важно, потому что мне в свое время об этом никто ничего не рассказывал. Я просто пришел и купил инструмент. И потом с этим было связано очень много моментов, скажем так, из-за которых хотелось его поменять, либо отнести к мастеру, что-то приходилось переделывать. Опять же, тогда еще не было и у меня интернета, у меня не было информации. Я не знал, откуда черпать все эти знания, друзей, хороших музыкантов у меня тоже не было, потому что я еще учился в школе. Что делать, куда идти, было непонятно. Сейчас, конечно, есть возможность прийти в такое место, например, как наше, и здесь я с удовольствием, конечно, об этом всем расскажу, что выучил за все это время общение с инструментом. С фабрик гитары, конечно, идут с так называемой номинальной, что ли, отстройкой. Но, то есть никто не знает, в какую страну идут инструменты, поэтому ставятся стандартные порожки, выстраивается стандартная высота, как правило, это достаточно высоко, но это делается, естественно, не по какой-то такой злобе, это делается только потому, что в каждом большом городе, в каждой стране есть специализированные гитарные магазины, такие, как у нас, где есть мастерская, и каждый инструмент сначала отстраивается, доводится, только потом идёт на витрину. Любая гитара, вне зависимости от её цены, может быть и удобной, и неудобной. Если гитара дорогая, это совсем не обязательно, потому что она будет удобной, её можно взять в руки, она будет абсолютно неотстроенная, струны будут высоко, большой прогиб грифа, и играть на ней будет некомфортно. Дело в том, что практически каждая гитара, сделанная не в нашем климатическом регионе, пока едет к нам, она усыхает, либо наоборот набирает влажность. Несмотря на то, что туда часто кладут пакетики с влагопоглотителем, влага деревьях впитывает очень хорошо, и от этого либо расширяется, либо наоборот сужается. Допустим, голова грифа, она очень любит уменьшаться в толщине, поэтому колки литые типа граверов, например, вот как здесь стоят, сверху затянутые гаечками, гаечки ослабляются из-за того, что толщина головы грифа уменьшается, и начинают добежать на них шайбочки, либо сами по себе гаечки, дают мерзкий призвук. Может ввалиться дека от перемены влажности, то есть штатная дека на гитаре должна быть небольшим таким куполом, но когда она ввалена внутрь миллиметров на 5, это уже не гитара, и такие у нас в магазине не продаются. Мы занимаемся не только отстройкой инструментов, которые идут в продажу, и подгонкой для покупателя, чтобы ему было удобно, мы занимаемся вообще любыми видами работ, что связано с гитарами, то есть это ремонт, реставрация, ремонт разной степени сложности, в общем, все, что может случиться с гитарой, мы ремонтируем. Этот формат называется Pro Guitar Shop, он существует везде, в каждой стране, в каждом большом городе, и вот он есть здесь, в Москве и в Санкт-Петербурге. Многим музыкантам, особенно которые постоянно выступают, которые все время заняты на репетициях, бывает такое, что даже просто под рукой может не оказаться подходящего инструмента, да, нужно бежать, срочно выступать, и срочно нужно поменять, поставить свежийся от струн. Мы находимся в центре, поэтому к нам можно забежать, и мы это быстро, оперативно здесь сделаем. Само это место, это большой, огромный особняк 18 века, и прямо оно подталкивает к тому, чтобы поиграть на гитаре, может быть, даже почитать какие-нибудь стихи в этом месте, в этом особняке бывал Пушкин, он тут недалеко жил. В Москве мы находимся в творческом кластере «Флакон». Это самое центральное место, где все, все связано с творчеством. Здесь вообще нельзя арендовать помещение, если ты не связан с творчеством. Это очень круто. И этот дух, он присутствует вообще везде, на всей территории, и я вас приглашаю обязательно, если вы в Москве, обязательно приходите. И этот дух мы попытались отразить в том, что ничего из того, что здесь вы видите, ничего не куплено в магазине, все придумано и все сделано руками, вручную. Ко мне обратились ребята из гитарного клуба и попросили придумать им и сделать стойки для хранения гитар в магазине. И, в общем, вот такая штука у меня получилась. Она универсальная, здесь можно хранить маленькие укулельки, здесь можно хранить большие гитарки. Вот в таком виде мы сюда ставим классическую гитару. Если нам нужно поставить укулель, она намного меньше, то мы делаем вот так. И у нас сюда встает маленькая гитарка. Покупка гитары практически никогда не бывает чем-то таким импульсивным. А увидел гитару, я хочу гитару, все. Нет, никогда такого не бывает. Но что бывает постоянно, и это очень-очень круто, когда между нами возникает такая атмосфера, некий контакт. И когда мы общаемся, мы смотрим все гитары. У нас можно смотреть любую гитару, сколько бы она ни стоила, можно на ней играть. И даже можно ставить на нее новые струны, другие струны, делать некий апгрейд, чтобы выбрать настоящий инструмент. И очень круто, когда музыканты общаются с мастером, потому что мастер смотрит, у нас мастера все играющие. Мастер смотрит, и давай сделаем так, давай сделаем так. И мы уже смотрим вибрацию. Фактически это такая кастомизация. Это какая-то не пафсная такая кастомизация, когда просто для себя бриллиантами инкрустировать инструменты или какое-то изделие. Это такое что-то очень атмосферное. Что-то возникает, и ты уже понимаешь, ты покупаешь просто идеальный инструмент. Это не относится уже ни к цене, ни к чему-ничему. Ты просто покупаешь инструмент, который вот твой. Это очень важно. Я никогда ранее такого не видел. Это чудо, что у нас такое есть. И наша гордость тоже. Человек тут стоит, при нем все это доводится. Ему дается каждый раз в руки, чтобы он попробовал, поиграл, посидел, пока не определишься, что именно тебе нужно. Вот то, что нужно, сделаем. Мало того, что будет удобно играть, комфортно. Ну и когда меньше обращаешь внимание на какие-то косяки инструмента, особенно когда их нет, то и душа разворачивается. Играть хочется еще и еще. Если вы уже пробовали гитары в других магазинах, и вам показалось, что они неудобны, или вы сомневаетесь, приходите к нам просто попробовать гитару, и вы почувствуете разницу. В какой-то момент времени гитара и вообще музыка очень сильно вошла в нашу жизнь. И теперь большую часть, если просить запасы, основную часть времени мы занимаемся гитарами. Так иначе связано все с гитарами. Поэтому, когда вы приходите и говорите, я хочу играть на гитаре, вы становитесь как бы нашим единомышленником, нашим прям как родным. Поэтому приходите к нам, теперь вы нас знаете.